Вот он Услышали разницу? Слышно? Железо вроде подзвучено. Больше верхов, больше точности. Фактически не надо напрягаться. Просто палочка опускается на тарелку, она сама звучит. Интересный факт обнаружен, к сожалению, совсем недавно, так как привык такой консерватор в этом отношении, играя только на том, что мне нравится, не представляя других брендов и не играя на том, что мне не нравится. У меня есть возможность купить себе тот инструмент, который мне хочется купить и стараюсь не изменять своим привычкам. В данном случае произошла такая революция у меня, музыкальная революция, где я полностью пересмотрел те направления, в которых я работаю, музыкальный вкус свой пересмотрел и в связи с новыми звуками стараюсь внедрять и адаптировать их в ту музыку, в которую я исполняю. Какие-то есть, может, вопросы наводящие? Вообще любые вопросы. Пробовал. Это пластиковые. Пластиковые, да? Или карбоновые, да. Неудобно. Объясню, почему. Неудобно не потому, что они тяжелее или легче. У них баланс такой, который вот я к нему не привык. Привык к ощущению дерева, потому что дерево, вибрации даже дерева, отскок от пластика, особенно от железа, очень разный. И в данном случае пластиковые головки и применяются для того, чтобы четко акцентировать. Очень много палочек, всех брендов фактически представляют пластиковые, нейлоновые головки. Для того, чтобы четко акцентировать игру на железе. То есть, связано это с акцентами, потому что иногда, в зависимости от, опять-таки, как я уже показывал, от диаметра и размера головки, звук тарелок очень сильно меняется. И мне нравилось, как вот звучит его инструмент, а у него инструмент был в махакане. Он тем более представляет. Грейдж делает? Ну, допустим, если сравнить по цене Грейдж и по цене Пёрл, то Грейдж просто золотой по цене. Он очень дорогой. Это связано с тем, что производство-то везется из Америки в основном, и перевозка, и растаможка дороже, чем у Пёрла. У Пёрла есть заводы, которые делают в Европе и в той же Корее, допустим. Здесь барабан желтенький, опять-таки, Джимми и Деграсса. Латунный, да. Кованый. 14-дюймовый на 5. На 5,5, да. Я его настроил под себя, так, как мне нравится. В принципе, мы его крутили в Киеве, такой стоит в Киеве. Крутили по-разному, звучит он очень здорово. Я себе заказал из этой серии Купер, мастеровой MMX серии, Пёрловский. Мне очень нравится, оно по духу абсолютно точно совпадает с тем звучанием, которое я хочу получить. Это железный барабан, яркий, звонкий. В данном случае, вот я сегодня первый раз попробовал вот малый барабан. Как его там зовут? Морган Роуз. И очень тоже удивился, никогда с ним не сталкивался. Сейчас я его поставлю, покажу. Не-не-не, это железный. Подскажите мне, представители компании, из чего точно он сделал. Потому что я первый раз его... Сталь. Ну, он достаточно симпатично выглядит. Здесь, кстати, нигде не встречал. Сам использую струны... Да-да, штампованный. Использую струны для малых барабанов. Американской серии. Они в Real Music есть. Hardcore, по-моему, называется, да? Костя? Американский у тебя. А, Pure Sound. Pure Sound, да. Здесь очень похожая, вот если кто увидит, 30 струн. Очень похоже на то, как делает Pure Sound. Ну, просто точная копия Pure Sound. За счет этого малый барабан звучит очень сочно. Я очень люблю звучание сочных малых барабанов. И на все 14-дюймовые барабаны я стараюсь ставить большое количество струн. Для того, чтобы он шипел. И при маленькой атаке, особенно с щетками, звучал ярко. Да, да, да. Не нужно прикладывать большие усилия, если, допустим, очень часто приходится играть акустическую музыку. И стараться, ну, быть... Не выделяться из фона общего звучания музыкантов. Так как нужно играть в ансамбле. Сейчас я покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА